Добрый день, уважаемые коллеги! Позвольте вам представиться. Я, Суфьянов Роберто Крамович, главный врач Федерального центра нейрохирургии в городе Тюмень. Позвольте поблагодарить организаторов Петербургского международного онкологического форума за предоставленную возможность. Поверьте, у меня это очень большая честь. И с Петербургом связаны очень многие моменты нашего центра. Огромное спасибо. Теперь давайте перейдем к нашей лекции. Это наш опыт нашего Федерального центра нейрохирургии. Несколько слов о Федеральном центре нейрохирургии. Он построен в рамках национального проекта «Здоровье». И на сегодняшний день представляет очень серьезное нейрохирургическое заведение. На этом сайте представлены вмешательства, которые мы выполняем в год. Это около 4 тысячи человек вмешательств в год в плановом порядке и около 20-30 операций в день. Наш центр имеет уже 10 лет развития. И мы в этом году как раз празднуем в Вене. И мы, конечно, благодарны всем учителям, которые, как российским, которые внести вклад в развитие, скажем так, нашего центра, так и нашего зарубежного. С этой целью для того, чтобы иметь подготовленные кадры, потому что хирургия в ВИОМ — это непростой раздел нейрохирургии, и, конечно, требует, в первую очередь, кадры. Это была созданная лаборатория, это лаборатория, которая позволяла нам готовить и изучать анатомию центральной эпосифической нервной системы. Опять же, для того, чтобы встать очень серьезно на рельсе, скажем, этого направления в нейрохирургии, именно хирургии ГИОМ, была предназначена большая подготовительная работа. Вот вы видите, часть этой работы, на слайде, это различные анатомические исследования, в том числе изучались нативные препараты мозга, костные, окрашенные, диссекции по клингеру, различные модели, пластинаты и так далее. Все это видно, в общем-то, на слайде. Для того, чтобы было понимание, был проведен такой анализ нашего опыта за эти 10 лет, с периода 2011 по 2020 год, наш опыт. Мы видим, что за это передвремя гнём было проведено около 500 самая различная локализация, практически все локализации представлены, это достаточно большой опыт. Самые различные, скажем так, злокачественности, в основном это Грейт 2 и Грейт 4, самое злокачественное, скажем так, новое образование. И вот такой статистический анализ по Капанмеру выявил следующие цифры. Пятилетные выживаемые сухие грибы, у нас было достигнуто практически 27% случаев, в общем, это достаточно очень высокий такой результат. И у лоу-грейт, у доброкачественных образований, конечно, пятилетняя выживаемость была на порядок выше, и у нас оставляла 65-40%. Для того, чтобы делать такие операции, конечно, нужно очень хорошее оснащение, и такие технологические возможности в нашем центре существуют. Вот вам представлены на этом слайде наши операционные. Мы имеем сейчас 7 современных операционных, в которых есть самое современное топовое оборудование. Мы не уступаем, в принципе, ни одной зарубежной клинике, а вот в том числе, вот, скажем, представлены на слайде, скажем, операционных для проведения, скажем, операции на позвоночнике и спинном мозге, в том числе, скажем, удаления обкровения позвоночника, спинного мозга. Здесь имеется все, все навигации, в виде дрели, 3D, и вплоть до интероперационного компьютерного тамора. А теперь не представьте первым критичным вариантом того, что мы имеем в плане хирургии. В плане диагностики, конечно, самая неоценимая сейчас, скажем так, возможность, которая позволяет на достичные критиков, это, конечно, навигачивая гибридная операционность с интероперационным компьютером тамора. То есть возможность проведения интероперационной перфузии головного мозга для оценки, для стопроцентной субъективной, объективной, вернее, оценки радикальности удаления опухоли. Такими возможностями сейчас не обладает ни одна интероперационная компьютерная тамора, именно только КТ-томография с полным комплектом, скажем, программ диагностических высокого класса. Вот это, скажем так, операционная перфузия на слайде, видно, что это то шебофильм, то шебоаппарат, который на рельсах есть и позволяет нам интероперационно до закрытия рана проводить любые диагностические, скажем, манипуляции, в том числе перфузию головного мозга. Вот примеры, скажем, хирургии без применения этой операционной. Видна, вот, скажем так, опухоль, анапластическая нациоцитома, ГРИ-3, очень злокачественная. Видно, что операция гиперперфузия зон, значение ТБФП, ТБФП объема КАИПП превышала 11 раз в этих зонах. Вот мы, значит, убрали ее, скажем, без применения операционного контроля. И вот видите, все-таки остался кусок, который мы не диагностировали гиперперфузией. Почему? Потому что, скажем так, ну, тогда не было у нас, скажем так, интероперационного КТ. Естественно, это тут же дало результат. Через 3 месяца продолженный рост. Вот, начался, видите, вот остаток гиперперфузии, вот он остается. Еще раз подчеркну, что это без использования интероперационного КТ-томографа. И вот, чему это придет через 6 месяцев. Видите, разрастает гигантский, продолженный рост, гигантский гиперперфузий. Вот, а вот, скажем, примеры использования, скажем, использования интероперационного КТ-томографа. Кистозная опухоль, вот сейчас гиперперфузии, злокачественные, вот их достаточно сложно выцепить, скажем так, оценить, интероперационно, удален ли это или нет, именно этот участок. Но тем не менее, благодаря проведению интероперационной компьютерной томографии, мы четко оценим, что да, именно этот участок, злокачественные, которые впоследствии, может быть, за 30 дней, мы его убрали. Опухоль рецепт тотально. И это и сказалось на результате, то есть мы наблюдаем из случая на поведении 15 месяцев, и признаков прогрессии опухоли не наблюдается. Мы видим после операции, в общем, тотальное удаление, нет признаков рецептизации. Это через 24 часа, это через 15 месяцев, да, видно, что тотальное удаление, вот, нет участка гиперпрофузии, ну, естественно, нет рецидива. Кроме того, конечно, мы используем и другие направления, это вот широко используем, в том числе, високе бутенко, используем 5А в диагностике, ну, вот такой пример, представим гриомы больших размеров, я очень быстро, вот мы используем, значит, микроскоп, скрываем, вот с такой специальной подсветкой, вот небольшой, пока пошли, берем, берем узелок, удаляем, и вот мы смотрим, да, оказывается, не до конца удалили, вот он хорошо очень светится, и поэтому этот участок мы до конца добираем, вот видно, добираем, и там очень хорошо, хорошее свечение, позволяет, конечно, очень четко регистрирую, это уже после, вот следующий кусочек, уже побольше, скрывается, вот тоже самое, скрываем, удаляем, тоже удаляем, до отсутствия, вот этого розового свечения, видите, вот удалили вроде кусок, все равно это не имеем, в целом, пока мы это не удалим, нужно удалить, очень хороший способ, это мусорский приемник, тоже для, для, для удаления, этих, вот, опухолей. Так, то же самое прием можно использовать в эндоскопической эндорохирургии, и мы имеем для этого все возможности, вот, например, то же самое, вот, скажем, опухоль распугается очень глубоко, поэтому решили использовать эндоскопическую технологию, для того, чтобы минимизировать доступ, реальной магназивной эндорохирургии, вот, видно гиперперфузия, и вот, скажем так, в эндоскопическом доступе, в специальном свете, видно свечение, и после этого, видно, опухоль, которая, полагается, происходит в соответствии Монрозе, с атомпилюсином, Монрозе блокировано, третий желудчик там, с атомпилюсином, и вот здесь вот, и вот здесь вот, очень серьезная гена, септальная, септальная гена, треоматериальная гена, сосудистые сплетения, вот, все знаки, для ответствия Монрозе, первым этапом, естественно, мы сделали, финистратую, сольную конкурюцию, лазерную, видите, лазерная мапоризация, очень мощная, очень быстро, легко позволяет это сделать, больших размеров, очень эффективно, а вот, это экономная реакция, потому что, не знаю, сможем до конца разблокировать это самая шестерна, поэтому, и сделали эту лазерную финистрацию, экономную реакцию, ну и следующим этапом, после этого, идет вопоризация самой опухоли, в лазерном, видите, насколько очень точный лазер, очень прецизионно, бесконтактно, позволяет вопоризировать опухоль, даже рядом с очень большими, крупными венами, это, конечно, очень большое достижение лазера, вот мы удаляем эту опухоль, вот видите, вот мы ее от вопоризировали, и целый кусок вот так вот удалили, это еще такое преимущество лазера, которое очень точно, очень точно, произойдет в этом, бесконтактно, вот свечения, в принципе, нет, все очень, тотальное удаление, это вот, преоперационная, видно, что это самообъемленное образование, гиперперфлюзирование, после операционного тотального удаления вот этой опухоли, и с деплокацией отверстия манаром. Фотодинамическая терапия в следующем, очень такое интенсивное развивающее направление, сейчас очень перспективное, это вот обучение именно лазером, именно ложной опухоли, после удаления этой опухоли. Пример, до операции, это после операции, там, но, используем еще фотодинамической терапии, вот это до облучения лазером, это после, видно, тотальная деструкция, она значительно усиливается, а то, естественно, тоже влияет на исходы положительных сторон, на выживаемых пациентов, особенно на качественные пациенты. комбинируемые использования нейронавигации и интероперационную персонографию с контролем проводящих путей головной музыки путем фьюжен с аморами. Это очень перспективное тоже направление, причем, потому что в хирургии и глимках очень важно постоянно контролировать проводящие пути для того, чтобы повредить. Достаточно сложно иметь либо интероперационную МРТ, либо можно пойти по более эффективному, более простому пути, но очень эффективно. Это комбинация все-таки навигированного ультразвука с фьюженом, с МРТ. Перед операцией делается вот такое, скажем, исследование МРТ на хорошем аппарате, строятся все пути, все тракты, которые нам надо контролировать до операции. После этого в ходе операции ультразвук навигируется с нейронавигации и происходит наложение картинки, скажем так, ультразвука, который навигирован в ходе операции с МРТ дооперационным, то есть, прижимает фьюжен, на котором располагаются еще проводящие пути. Поэтому, конечно, это позволяет контролировать в режиме реального времени. Вот пример представлен на слайде, как это происходит. То есть мы опереживаем, постоянно производим УЗИ, опереживаем УЗИ, мы четко понимаем, где мы находимся и как далеко, скажем так, от нас находятся проводящие пути. Естественно, это позволяет максимально безопасно выполнять наши эти дистанционные вмешательства. то есть ультразвук кьюжен с МРТ с проводящими путями. Очень перспективное направление. Следующее интересное направление, конечно, в хирургии Глебного, это совместный использование микроскопа, хорошего с операционного микроскопа, который навигирован, нейронавигация, это операционная ультразонография с нейрофизиологическим партилем головного мозга. Да, все это действительно необходимо и уже важно именно в малоинвазивной, безопасной и радикальной хирургии. Мы это покажем. А вот, скажем так, до операции процесс, который располагается очень достаточно глубоко, производится как-то МР до операции, исследование, постройка всех трактов, которые нам необходимы, которые рядом с ОПО располагаются. После этого происходит навигирование, скажем так, навигирование, скажем так, ультразвука. И после этого происходит фьюжн, фьюжн ультразвука с МРТ деоперационным и с экзоскопом. Таким образом происходит удаление опухоли под ультразвуковым контролем в режиме реального времени полностью с оценкой на любом моменте операционного этапа. И при этом хирург еще четко может контролировать, где располагается драк, как-то от него далеко, чтобы его не повредить. Конечно, это очень сильно облегчает сейчас нам хирургия пьема. Это очень перспективная отличность. Вот контроли во время операции это МРТ, это пути, которые нельзя тронуть, это наложение, и вот это резиденционная полость уже после удаления. Вот пример тотального удаления без дефицита, без дефицита абсолютно после операционного периода. а это помощь микроскопа, это картинка микроскопа навигирована, которая четко нам позволяет выйти, показывает, где мы находимся. Ну и последнее направление одно из самых использований хирургического вопоризации субпендимома. Вот сперва конечно опять же мы делаем администрацию, потому что мы не знаем удастся нам нет вопоризации МРО. С помощью лазера это опять же делается очень легко и просто, не повреждая жизненного расусудов, и после этого спокойно можно очень точно прецизионно видеть биопсию и бесконтактно вот биопсия, а потом скажем так бесконтактно вопоризировать эту обуху, открывая отверстие МРО, то есть восстанавливая вот идет процесс уже лазера бесконтактный процесс очень точный лазерной вопоризации бесконтактный видите очень крупная вена мы очень рядом работаем насколько точнее этот лазер что позволяет нам это делать абсолютно безопасно вопоризировать даже рядом с веной это до операции после операции удаления восстанавливали карцикуляцию удаленного округа и использование конечно одно из самых простых направлений которые очень сильно развиваем это использование лазера конечно со стереотоксистом таким образом это происходит используем варио глейд с иглами через которые можно вводить скажем так этапы доступа к варио глейду видите трейс-дрил и вводятся электроны и после этого это дает нам возможность стереотоксистически подводить именно световод лазера заданной точке это наша параметра обычная вот пример вот гангиоглиома в виске располагается она небольших размеров что позволило нам конечно ее вапоризировать лазерно через три дырил там по сути буквально и без трепанации черепа просто дырил и скажем так это вот результат буквально сразу после операции а это через три месяца все опухоль полученная гистология и вапоризированный тотальный опухоль то есть это очень перспективное прямое малое изменение спасибо за внимание спасибо